я хочу рассказать она может быть получится немножко долгим свидетельством я постараюсь его сделать кратким чтобы мы сейчас на проповедь целую потому что из этого свидетельства это можно целую проповедь на самом деле говорить я несколько дней назад позавчера или позапозавчера зашел фейсбук я просматриваю записи администрирую наши группы служения я просматривал и увидел просто в ленте новостей знаете я всех всех кто захочет добавляться в друзья всех добавляешь вконтакте в фейсбуке как бы вообще без вопроса и смотрю одна женщина выложила цитату одного проповедника я знаю этого проповедника я его когда-то слушал сегодня я никому не посоветую этого проповедника ни в коем случае и там как бы суть цитата звучала следующим образом как бы проповедник задает сам себе вопрос наступила лежат с людьми говорят наступила лежат он говорит нет не наступила и нам потому-то потому-то а я напишу комментарии интересно но у иисуса другое мнение то есть понимаете мы мы же знаем мне иисуса по этому поводу она написана матфея 9 клаве если ошибаюсь 37 стихе он говорит что жатвы много уже готовы и в другом месте писания луки он говорит посмотрите то есть откройте ваши глаза и посмотрите как побелела него побеленная него это говорит о том что еще немного и мы потеряем этот урожай то есть как важно чтобы не не ждать какого-то специального времени то есть иисус не говорит о ждании специального времени иисус говорит о том что важно именно идти и совершать жатву идти и делать для того чтобы жатву мы могли соврать аминь я как бы начинаю и писать мне он как бы она мне отвечает вот бог не так открыл я говорю ну как бы написание то но для всех вы можете просто какого-то проповедника которого сам себе что-то придумал или вы можете посмотреть писание то что является для нас основополагающим ну я не пытался обидеть я вообще не знаю что я написал я просто вообще не пишу никакие комментарии мне даже жена говорит у тебя заняться нечем ты так занят что-то тут еще какие-то комментарии пишешь но вот что-то вот что-то меня цепануло то чтобы написать потому что меня настолько кстати дернула в очередной раз это теология о том что надо ждать специального времени когда ты получишь исцеление когда ты получишь спасение когда ты будешь благословен когда-нибудь через много-много лет знаете как советском сути в светлом будущем это когда-то произойдет только с точки зрения писания это не так потому что с точки зрения писания сказал здесь и сейчас благословение потому что он все совершил что две тысячи лет назад две тысячи лет назад мне надо ждать как бы две три год он стартанул две тысячи лет назад но только сейчас вы знаете отчухались немножко второй момент и как бы и мы начали с ней говорить я говорю слушайте ну как бы у меня нет времени много как бы вам объяснять я говорю зайдите на сайт классис бесплатная то есть послание техника божественной церкви новый человек семинари заведите в youtube и просто уделите время просто послушаете и вы получите ответы на все вопросы там что началось то что вот не все должны исцеляться на ranged други по поводу это литра я уже ста тысяч типа этих семинаров слушать нашего не там рассказываете все одно и то же я понимаю просто я говорю ну вот пожалуйста вот уделите время послушайте потому что такого вы точно не играли с prevent вся наша послание про что они реально знают что мало так есть и это девушка, она, знаете, решила пойти в другом пути. Она говорит, а вы знаете, а у меня спина очень сильно болит уже долгое время, ну давайте проверим. Вот вы такой верующий, и вы вот там говорите, что все должны исцеляться, что вот все должно действовать. Давайте проверим. Вот вы за меня помолитесь, и вот я получу исцеление. Ну тогда как бы будем считать, что вы правы. А если нет, ну тогда вы очередной как бы рассказчик про то, что вот что-то там Бог делает. И знаете, с одной стороны, меня по идее должно было смутить подобное вот как бы подобный настрой человека. И знаете, как люди обычно говорят, но если он не верит, то он не получит исцеление. А я как бы прямо это писал. Я говорю, вы пытаетесь меня смутить такими вещами? Ладно бы, если бы я только начинал практиковаться в исцелении, я бы мог смутиться. Но извините, я их видел тысячи, не сто, не двести, тысячи исцелений, освобождений всего там за семь лет полновременного служения. И как бы вот этими вещами вы меня не смутите. Помолиться? Не проблем, помолимся. Завтра утром отпишитесь мне о том, какие будут изменения. Она говорит, ну как бы хорошо. И продолжая дальше писать, я говорю, не-не-не-не, давайте завтра дождемся как бы вот результата. Вот завтра утром попросить, потому что это было ночью, это где-то там 12 ночи, наверное, было. Я говорю, утром проснетесь, отпишитесь мне. По вашему состоянию. И понимаете, в чем как бы щекотливость ситуации? Человек может просто мне соврать. Просто для того, чтобы остаться правым. Я же не могу проверить, человек на расстоянии находится. Я же не могу действительно проверить, он скажет мне правду или нет. То есть, и ситуация максимально щекотливая, потому что человек может сказать, а, вот ты как бы молился, и ничего не произошло. Но тем не менее, на следующее утро буквально, точнее, нет, она еще тем вечером, где-то через несколько часов, потому что я долго не спал, она писала, говорит, стало гораздо легче, а на утро она написала, что она исцелена. Притом, что человек вообще не верил, там вообще никакой верой даже не пахло. Человек был максимально в сомнениях, человек был максимально в раздраве, потому что она была в одной церкви, ей рассказывали, что там исцеление не должно быть, или в другой церкви за нее молились, ничего не произошло. А обычно же как в служениях происходит в большинстве? Если ты не получил исцеление, это значит, ты грешник, это значит, у тебя там что-то не так получается, ты не в правильном положении перед Богом, у тебя какой-то есть корень, который надо вытаскивать. Ну, то есть, всегда виноват человек, никогда не служит, и всегда человек виноват. Как бы, слава Богу, что мы так не работаем. И она получила исцеление, и в очередной раз я просто как бы свидетельствую и побуждаю вас к тому, чтобы, что неверие человека не останавливает Бога действовать через вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова